Во время войны Александр Лашеев был совсем мальчишкой. Помогал взрослым перевозить зерно из деревни в Елховском районе в Куйбышев и все время смотрел на проезжающие мимо поезда. В 18 лет парня призвали в армию и вместе с другими отправили учиться в Ленинград, в училище военных сообщений. Предложили на дно этой комендатуре служить после заказчика. Я говорю, нет. А кем хотите быть? Механиком. Вы же не справитесь с большим газовым ключом. Я говорю, ничего. И так, соответственно, моя мечта сбылась. В 40-е годы воины-железнодорожники участвовали в обороне Ленинграда. Строили и обслуживали дороги жизни и победы, по которым в осажденный город доставлялось продовольствие. Железная дорога и все работавшие на ней во время Великой Отечественной войны внесли неоценимый вклад в победу. Весь груз привозили на железной дороге. Это вплоть от танков до продовольствия. Они привозили много. Транспорт в ней не был развит, как железная дорога. Железная дорога была более как развита. Она больше могла привозить грузов. Я говорю, железная дорога большую роль сыграла. Митинг, посвященный 69-й годовщине победы, прошел в Самарском государственном университете путей сообщения. Студенты, будущие железнодорожники, продемонстрировали великолепную физическую подготовку. А ветераны вспомнили свою молодость и былую молодецкую удаль. Марина Матвеевична, Сергей Баскин. События.